Вроде всё, я вроде не настроил, главное чтобы я не уходил Мне надо сложнее чуть-чуть где-то всё сделать, потому что у нас будет сегодня несколько пакетов Поэтому я сейчас буду пытаться так, чтобы не делать переход на другой экран, трансляцию с одного делать Потому что если я перехожу на другой экран, зум начинает разваливаться Так что буду пытаться всё это на одном экране делать и показывать Хорошо, я вам скинул там, так, сейчас секундочку, давайте я посмотрю, что там в зуме происходит Я не посмотрю Напишите мне там в скайпе или в зуме, у всех ли нормально, там звук слышно, видно Вот, запись я поставил, вроде тут всё нормально, хорошо, есть, не слышно, там вроде не должно быть никаких особо проблем Сейчас открою программу, как немного притормаживает, ну ладно В общем, сегодня мы будем смотреть, что такое 3D и часть рендера захватим Ну, то есть, в принципе, рендеринг это, грубо говоря, то, что нам позволяет вывести и показать кому-то свою работу Или отправить её уже в YouTube, там, на Vimeo, куда-то куда Вот, и, то есть, сегодня будем это рассматривать Поэтому я вот, у вас видно теперь, всё, весь мой экран, не только там, ну, не только After Effects Поэтому я буду сегодня укракен Зум у нас крешится на свайпах Почему весь экран? Потому что нам нужен сегодня будет медиа-энкодер Вот, так что пока проверите, установлен у вас он или нет, что нам нужен будет Ну, в принципе, вот, в принципе, если устанавливать там After Effects, я насколько знаю, он сейчас идёт вместе с ним Ну, то есть, как бы, я тогда ещё брал Production Premium, поэтому у меня он был Так, есть звук уже, уже начали Уже начали Наверное, вот, так что, в принципе Вы проверите для начала, есть ли он у вас или нет То есть, в принципе У меня он и есть Но не работает Ну, в общем, в любом случае Посмотрите, установлен у вас он или нет Мы сегодня его будем использовать И Я тут специально подготовил Несколько папок Для работы Есть первая часть Это сразу тут проекты В принципе, мы будем их открывать И вторая часть Это то, что касается вот рендера Ну, давайте, наверное, с неё начнём Я сразу подготовил проект Вот Он называется Это кусок из реального проекта Просто там одна композиция Мы её будем рендерить Так что можете, в принципе, её открыть сразу же У меня на Windows она была сделана Поэтому Поэтому не переживайте Но в целом она должна работать Потому что я проверял Ну, он не подтягивает Вот, наверное, как у меня Он не подтягивает почему-то Футажи А, внутренний Надо попробовать внутренний открыть Потому что внешний, я понял, пересохранённый Там внутри папки есть ещё один проект То же самое Только он пересохранённый был Там должно всё подтягиваться Да, то есть ты пропустила Да, по сути, ты ничего не пропустила Мы сегодня будем рассматривать рендер И всё, что касается 3D Вот То есть это Работа с камерами Со светом Материалами Используем Будем использовать нулы Для того, чтобы передвигать Передвигать объект камеры Ну, то есть И будем осматривать Media Encoder с рендерингом В целом из After Effects То есть В принципе Пока ты ничего не пропустила Хорошо Вот, в общем Это одна композиция У вас, в принципе Она должна работать У меня тоже она работает Хотя я делаю её на Windows Но, в принципе, никаких особов Так Открыть нужно В папке Second Part Render Example Project И внутри есть Не вот этот, который сверху А который внутри есть Конвертированный Внутри там он работает Он подтягивает сразу все Файлы архива Вот Ну У вас, в принципе, будет вот такая анимация Это просто Секвенция Я прямо секвенцию вытащил из всего проекта Там проект состоял из Точнее, не секвенции Из композиции Из нескольких композиций То есть Там вот, допустим Одна сцена Это одна композиция И он так В общем Каком-то Рендер таймлайне Ну, как, к примеру Здесь, да Вот там было Пять композиций Я одну взял Просто для рендеринга Примера Ну, можно было что-то другое Но, в принципе, она довольно тяжелая По крайней мере, здесь Кажется тяжелая Вот И вот ее будем использовать Для примера Ну, в общем Для того, чтобы Отрендерить Или вообще Что значит Порендерить проект У нас проект Сейчас я вернусь У нас проект состоит Из просто файла Как бинарный файл Которому подтягиваются Подтягиваются файлы проекта То есть они Сейчас это вот Если это удалить Какой-то конвертирован Или это не важно В общем Тут есть папка Footage Из которого По сути Даже не подтягивается Правильно называется Ринкуется файлы в проект Вот То есть И Один вариант Рабочий Это просто сохранять Сохранять просто проект Сохранить как Ну, это везде, в принципе И в этом случае Сохраняется Опять же Исходник Которым Ну В котором можно посмотреть Проект Если у вас есть After Effects Ну, если вы там Хотите кому-то отправить То это Процесс называется Рендеринг То есть И По сути Это вывод Вот Этого видео Куска Который мы сделали В какой-то файл Видеоряда Ну Вот Для того, чтобы Порендерить На самом деле В After Effects Есть две опции Это Файл Экспорт И тут Как раз Опять же Одна из опций Рендер То Рендер Кью И вторая Это Рендер То Энкодер Ну Медиа Энкодер То есть Это Стороннее приложение Вот И второй вариант Опять же Для этого нужно Выбрать Текущую композицию Которую мы хотим Рендерить И выбрать Composition Энкодер 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 Или второй вариант Это Адобе Медиа Энкодер То есть Автоматически Добавить В Адобе Медиа Энкодер Вот Ну Давайте Сделаем Через Экспорт В принципе Без разницы И Один И Самый Наверное Простой Вариант Который Довольно Часто Используются Это Рендер Кью То есть Энкодер И он Добавляет Вот У меня Была Две Композиции Открытые В Табах Таких Но Добавил У меня Ту Композицию Которая Была Выделена Под Под Текущей Работой Вы То же Самое Можете Делать Вот И Я То Закрою Чтобы У нас Было Меньше Мусор У нас Она Добавилась Такой Как Трей Допустим Тут У нас Может Быть Список Из Нескольких Композиций То есть Мы Можем Добавлять Там Примерно Бесконечное Количество В общем Что Хотел Сказать Вам Такую Новость Или Неновость Адоби На самом Деле Пытается Вообще В принципе Убрать Этот Рендер Кью Из Афтер Эффекции Чтобы Мы Использовали Все Меди Энкодер Она Считает Вот Сейчас Типа Рендер Кью Считается Сейчас Устаревшим Методом Лучше Зарабатывать Денег Чтобы Продавать Отдельную Лицензию На Меди Энкодер Поэтому Они Предлагают Вот Нам Вариант Типа Вот Это Вариант Устаревший И Новый Вариант Это Рендер Через Меди Энкодер Это Современный Вариант Который Ну Они Гнут В эту Палку На самом деле Мне Не очень Удобно Запускать Отдельную Программу То есть Ждать Пока Она Загрузится То есть Куда Удобнее Сюда Ввести Ну Тут Есть Плюсы И Минусы В этом Я Сейчас В принципе Скажу Какие Минусы В этом Есть Хорошо Вот Мы Увидим Сразу Первую Нашу Композицию Которую Нам Предлагается Отрендерить И Тут Сразу Две Таких Ссылочки Ну Давайте Нажмем Например С Первой Это Со Второй Точнее Это Рендер Модуль Вот И Тут У нас Сразу Появляется Окно В принципе В котором Все Довольно Просто Но Тут Есть Такой Параметр Как Точнее Не параметр Как Такое Свойство Как Формат У Рендера И Если Посмотреть У меня Тут Вообще Совсем Мало У вас Может Больше Но По факту Если Посмотреть Только Видео Можно Отрендерить По Моему Два Файла Всего То Если Посмотреть Это Это Тоже Файл Аудио Файл Типа Как Мп3 То Секвенция 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 Квиктайм Секвенция Секвенция И Вау А у У вас На Windows У вас Будет Еще Получается Ави Ну Лео Вид То То Есть Формат Который Вы Можете Тоже Как Видео Файл Рендерить У меня Здесь Вообще Один Только Квиктайм Один Чего нету Один Только Квиктайм Остается Ну На Windows Еще Один Будет Формат Но Тем Не Менее Как На Маке Вообще Только Один Квиктайм Ну То 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 И Вы По Сути Выбрать Нечего Потому Все Остальное Это Секвенции Поэтому Выбираем Квиктайм Здесь Есть Еще Такая Кнопка Как Format Options Которую Которая Обычно Выбирает Тот Видеокодок Который Будет Использоваться В Видеофайле Вот Сейчас У меня Довольно Их Много Ну Потому Что Во-первых Я На Маке У Сразу Допустим Прорезы Они У вас Сразу Отпадают У вас Кто На Веба И В целом Для Передачи Для Передачи Этого Видеофайла Кому-то Там В скайпе Не знаю На почту Еще Куда-то Ссылку Загрузить Ну В смысле Через Ссылку Куда-то Загрузить Быстрее Всего Это Через Рендерить Как Для Превью Я Считаю То Это H264 Вот Если У вас Что-то Более Ну Допустим Вам Просто Нужно Отдавать Какие-то Тестовые Варианты Чтобы Посмотреть Там Не знаю Менеджеру Вашему Еще Кому-то Обычно Это Я Даю Это В H264 Если Я Рендерю Уже Финалку То Я Обычно Если Это Из-под Мака Я Это Стараюсь Ну Хотя Бо Вот HQ То Я Хотя Бо Рендерить С прореза То Если Работать На Винде То Там В принципе Если Работаю На Винде Я Рендерю Скажем Какой-нибудь Uncompress И Потом Пересчитываю Это В прорезе Все Ну Я Отдаю Уже Финалку В прорезе Почему В прорезе Потому Что У H264 Есть Очень Большие Проблемы С Передачей Цвета Не знаю Может Кто-то Заметил Но Он Немного У него Есть Определенный Диапазон Который Он Поддерживает И Все Что Выше Диапазона Он Как Лимитром Таким Обрезает То есть Все Что Выше Определенного Диапазона По цветам Он Обрезает Поэтому Это Не Самый Лучший Формат Опять же Я Отдаю В прорезе Ну Или Загружаю Там В прорезе Это Больше Наверное Относится К видео Большей части То есть Там Ну Иногда Мошен Дизайн Если Там Опять же Какие-то Довольно Много Цветов И Такие Ну Контрастные Какие-то Картинки Еще Что-то Поэтому Я Стараюсь Отдавать Финалку Уже В каком-то Другом Формате Ну Если Опять же Есть Это Для Ютуба Или Еще Что-то Какие-то Цели Такие То Можете Рендерить Если 1064 Вот Давайте Еще Расскажу О Каких-то Форматах Еще Иногда Использую ПНГ Ну Я В принципе Расскажу Почему ПНГ Давайте Сначала Выберем Вот Здесь У меня Есть None Uncompressed RGB 8bit Мы Просто Без Всякого Сжатия Сделаем Один Рендер Тестовый Вот Пока Здесь Нажимаем Можно Audio Off Потому Что Аудио Нет То Все Остается Остается У нас По Умолчанию Вот И Сделаем Рендер Output Нам Предлагает Выбрать Куда Будем Рендер Я Создал Папку Даже Сейчас Я Открою Second Part И Там Render Here Ну Вот Сюда Можно Назвать Uncompressed И Сохранить Это Нам Нужно Просто Для Того Чтобы Сравнить Размеры В принципе Файлов Вот И И С Media Encoder Потому Что Мы Дальше Будем Пробовать Рендер Через Media Encoder Отсюда И Нам Нужно Для сравнения Понимать Какой Размер Файла Получается Сейчас Посмотрю Пока Все Нормально Вот У меня Замет Это Не знаю Может Все Секунд 30 Показывает Прибед Президельно Время Сниматься Ну Около Минутки Вот Сейчас Я Рендерю Uncompressed Uncompressed Это Значит Формат Который Без Сжатия Его Можно Проиграть Я Его Даже Иногда Могу Смотреть Но Это Довольно Проблематично Потому Что На моем Компьютере Ну Опять же Зависит Компьютера На некоторых Еще Как Его Можно Воспроизвести Но На Большей Части Не Получится Потому Что Он Безжатий Он Довольно Тяжелый То Ему Плеер Практически Не Проигрывает Или Проигрывает С Наши Бит Проект Почему Она У меня Наказана Там Была У вас Может Быть Ее Не Будет Ой 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 Сори Ребятки Сори Случайно Сделалось Точнее Он Автоматически Сейчас YouTube Все Окна Позакрываю Чтобы Не Было Такого Опять Перехода Я Выпал Ой Отдайте Мне Экран Там Кто-то Шарит Сейчас То У меня Выпало Получается Есть Сейчас Вот такая Проблема С Зумом Что Я Открываю Папку Она У меня Была Ну То есть На Другом Экране И Когда Они Пофиксят Багу Непонятно То есть И Он У меня Выпал Ну То есть У меня Экран Был По сути Точнее Перешел У меня Мак На Второй Экран И Он Так Открыл Папку И Она У меня Получается На втором Экране Было И Он У меня Вылетел Ну У меня Переключился Экран В общем Вылетел Вот мы Сейчас Тоже Такими Багами Занимаемся Их Там Тоже Много Хорошо У меня На трендер У вас Я думаю Тоже Можно Посмотреть Сколько Он Весит Он Около Двух Гигабайт Для Интереса Можно Посмотреть Я Не Посмотрю Ну Вас Может Откроет Иногда Открывает Но В теории Я могу Попробовать Что-то Другое Открыть Там Может Чисто Плеер Вот И Да Он У меня Открывает Воспроизводит Ну Видно Что То есть Довольно Довольно Тяжело Да Ну То есть Это Потому Что Этот Видеофайл Он Без сжатия И То есть Без сжатия Довольно Сложно Воспроизводить Поэтому В идеале Нужен Uncompress Если Вы Хотите Допустим Вот Как я Иногда Работаю На одной Машине Потом Переношу Несжатый Файл На Другую Машину И Ладно Потом Напишу И Рендере Уже Собственно Uncompress Потому что Uncompress Он Без сжатия Он В принципе Не Там В этом Файле Точно Вы Не потеряете Никакие Цвета То есть Там Не будет Там По сути Каждый Кадр Вот Как Вы Видите В After Effects Он Просто Сохраняется В картинку Которая Без сжатия Ну Типа PSD Без сжатия Вот Хорошо Давайте Теперь Сделаем То же самое Для той же Самой Композиции Только В H264 Вот Такая Есть Команда Как Control D Которая Позволяет Дублировать Ту же Самую Композицию Ну Или Control D То есть Ту же Самую Композицию С теми же Тут пока Ничего Не будем Менять Просто Посмотрим Вот По умолчанию Ну Колите Вот Такое Посмотрим По умолчанию Насколько Он Может Ужать Нам Вот И Не 264 Я Вот Сейчас Секундочку Я Формата H264 Ну Ну Другие Какие Есть Там Ладно Сейчас Секунду Пока По рендер Я посмотрю Сохраняем Ту же Папку Я Назвал 264 И Нажимаем Райм Причем Когда Мы Дублируем Просто Первую Композицию У Нас Опять Ж Остаются Все Те Ж Самые Параметры Настройках Ну Мы Еще Не Заходили С Рендера Там Все Тоже Сам Остается Вот Поэтому Нажимаем Рендер А Я Сейчас Посмотрю Так Нет Да Даже Не Знаю Что Посвет Есть Несжатый Это Это С Квиктаймом Да Он Есть Там Ави Такой Формат У Тебя Нуля Ави Посмотри Есть Есть Попробуй Попробуй В нем Посмотреть Если Есть 264 Кстати Вот По поводу Квиктайма Он Довольно Универсальный И Если Вы Опять Жел Вы Допустим Работаете На Windows Ну Значит Надо Кодеки Установить Честно Говоря Даже На Windows Я Не Знаю Как Я Не Могу Называться Потому Что Я Первый раз Вижу Такое Чтоб Чтоб Был Чтоб Не Либо У Тебя Вообще Никаких Кодеков Нет То есть Либо Надо Будет Посмотреть Установить И Тебе Потом Подскажу Как С этим Упросом Потому Что Сейчас У меня Такого Нет Решения Почему Нет Вообще Это По Моему Первый раз С Формат У нас 50 Мегабайт У меня Проигрывается Даже Превью Вот Но Можно Еще Ужимать Поэтому Мы Пока Вернемся Опять В After Effects Так Ну В принципе Я Хочу Еще Наверное Один Вариант Вам Показать Потому Что Он Довольно Час Используется Особенно Те Может Быть Кто Сейчас Делает Там Для Приложений Разные Скажем Анимашки Еще Что Разработчикам В принципе Я покажу Этот вариант Вы Можете Не знаю По шагу Запомнить Он Вот И Заключается В том Что Нужно Иногда Нужно Сделать Анимацию На прозрачном Фоне Именно В видео Фале Вот Я По-моему Как-то Показывал Тоже Сделать Ну Еще Раз Продублирую Мало Может Кто-то Не Видел Скажем Допустим Я Сейчас Открою Какую Композицию Скрою Фон Вот Собственно У нас тут Фон Насколько я понял Да Вот Ну допустим Ой Ну там На экране Экран Тоже Прозрачный Ну В общем Можем Представить Себе Что У нас Будет Вот Приложение Вот Этот Кусок Проигрываться Ну На реальном Устройстве И на фоне Будет Там Скажем Какая-то Камера Или Динамически Подставляться Картинка Или Еще Что-то И нам Нужно Отдать Разработчикам Прозрачный Фон Видеофайли Ну Сейчас Там Есть Несколько Вариантов Можно В общем Пока Не будем Остальные Рассматривать Можно В принципе Сохранять Там Вектор Вот Ну Сейчас Рассмотрим Так как У нас Рендеринг Рассмотрим Именно То Что Нативно Есть В After Effects Хорошо Давайте Сделаем Чуть По-другому В этот Раз Зайдем Файл Я Выделил Композицию Текущую Ну Ее Открыл Сделаем Экспорт Рендер Кью Тоже Сюда Жить Можно Пока Удалить Если Не Нужны Я Выделяю Шифтом И Нажимаю Делит Чтобы Они Не Мешали Они Уже Они Уже Серые Это Значит Что Они Закончили С Ними Закончился Рендер Вот Заходим В тот же Output Здесь Я Кстати Пока Ничего Не Меня Мы После Наверное После Этого Рендера Зайдем Туда Посмотрим То В принципе Там Все По Умолчанию Если По Умолчанию Это Значит Берется Все Текущие Настройки С Нашего Проекта Менять Здесь У меня Другой Выборки Нет У меня Тут Все Остальное Секвенция Но Нам Нужна Не Секвенция Именно Видеофайл Поэтому Я Ставлю QuickTime И Вот Здесь Важный Момент При Выборе Вот Если Мы Посмотрим Тут Output При Выборе Кодека Нам Нужно Сделать Опять же Тут Есть Два Варианта Вот Если Посмотрите Точнее Может Быть Там Больше Вариантов Но У нас Доступно Сейчас Ченнелс Кроме RGB Если RGB Просто Альфа Вот То есть Оно Добавляет Меньше Цветов Там Чуть Чуть Больше Становится Но Тем Не Менее То есть Оно Позволяет Нам Сделать Альфу На Видео И Плюс Если Мы Посмотрим Тут Ну По крайней мере Я Не Всегда Пользовался Всеми Потому Что Некоторые Вот Допустим H24 Он Не Поддерживает Если Мы Выберем То Он Автоматически Нам Ставит RGB То есть Тут Довольно Много Кодеков Которые Не Поддерживают Альфу Но Обычно Я Беру PNG Просто Вот Которые PNG RGB Поз Альфа Ну Потому Что Это С Альфой То есть У PNG Есть Довольно Хорошее Сжатие Поэтому Я Беру Иногда Беру Анимейшн Можно Попробовать Еще Потом Сделать Давайте Сделаем Вот Так Добавим Добавим RGB Поз Альфа И Сдублируем Его И Здесь Поставим Просто Для сравнения Анимейшн Он Тоже Поддерживает Альфу Вот В Принципе Все То есть Как Бы Остальное Пока Не Меня Но Авто Если Мы Ставим Авто Если У нас Нет Аудио То У нас Он Не Пишет Аудио Если Он Есть Проверка Идет То У нас Она Добавляется Если У нас Нет Лучше Сразу Чтобы Никакой Проверки Не Было Ставим Оф Ну В Тут Тут Можно Повторять Если Хочешь Если Кто Повторяет То Я Могу Делать Паузы Там Напишите Мне Что Хотя В В общем Тут Ничего Такого Прям Сложного Нет Поэтому Да То Сейчас Я Рендерю Альфу Но Что Заметно Он Стал Дольше Рендерить Сейчас Секундочку Это Показ Вину Есть Сейчас Я Подумаю Несколько Как Можно Ускорить Ну Иногда Это Можно Ускорить Если У вас Если У вас Скажем Есть Какая То Тут Больше Рендер Ускорить Только Железом Ну То Это Самый Лучший Вариант Потому Что Нет Какого То Прям Ну На Windows Можно В Процессе Процесс Увеличивать В Приоритете На After Effects То Это Позволит Отрендерить Быстрее Ну Сейчас Я Не Могу Показать В After Effects Еще Есть Пару Плагинов Именно Сюда Которые Позволяют Это Бэкграунде Рендерить Вот Можно Еще Вариант Открывать Два After Effects Я Знаю Как Это На Windows Не Знаю Как Это На Mac Сделать Знаю Как Это На Windows То Можно В Потоки Как Системный Поток Используется При Рендере Нельзя Использовать Два Два Вывода Я Так Понимаю Что Используют Какой Один Поток Зато Можно Работать Если У вас Позволяет Машина То Можно Открыть Два After Effects В Одном Работать А Втором Рендерить Ну Или Опять Это Как Я Сказал Это Уже Считается Устаревший Метод Использовать Media Coder Котором Вы Закидываете Все Свои Файлы Рендерите И Работаете В After Effects Ну В целом Кстати Если Кому-то Будет Интересно Я Расскажу Как Делать Это Или Запишу Видео С Windows Как Можно Открыть Два After Effects Одновременно И Работать Ну В разных Проектах И так Далее То есть В двух Проектах Одновременно Ну Может Кому-то Это Актуально Будет Потому Что У меня Пару Раз Была Такая Ситуация Когда Нужна Была Не Потому Что Времени Не Было По Какой-то Причине Вот Да Ну Я Отдельно Запишу На Windows Как-то Видео Потому Что Здесь Я Не Могу Это Вам Показать На Маке Наверное В теории Тоже Можно Но На Маке Я Как-то Не Пробал Делать Хорошо Вот У Нас Порендерились Наши Альфа Ну Вот В общем Один Из Них Один Из Них Два И Он У 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 Не Видит О Кстати Второй Довольно Быстро Посчитался Из Них Один Ну Посмотрим Что Из Них Был Пнг Два Два Это У Нас Два Это По Моему Был У Нас Пнг Да У Нас В В общем Я Стараюсь Натальдить Пнг Он Еще И Форматом Он Еще Поменьше Размером Файлов Ну Давайте Теперь Это Все Закинем В Проект И На Нашу Альфу Сейчас Это Закрою Так Я Просто Перетянул Сюда Прям Рабочую Область И Так И Включим Альфу Альфа Включается Вот Тоггл Транспарент Сигри Да Тут У нас Есть Все Нормально И Это Два Получается Два И Два Один Ну Я Думаю С Два Один Тоже Проблем Не Будет В общем Да В общем Видим Что Только Разница В файле Вес Вес Файла Ну В принципе Потери Качества Я Особо Не Вижу Что Что В том Что В этом Варианте Вот Ну В общем Все В общем С этим Я Думаю С этим Я думаю Понятно Особо Наверное Ну Опять же С альфа Чуть-чуть Больше Хотя Не Вот Этот Даже Меньше Ну Ладно В общем Один Больше Один Меньше Потому Что Там Все Бэкграунда Нет И Сейчас Секундочку Так У нас Пнг Тоже Нет Ну Квиктайм Наверное Потому Что Нет Установи Квиктайм У тебя Наверное Я думаю Что Это Связано С тем Что Ты Когда Заходишь В After Effects У тебя Он Начинает Матюкаться Типа Установи Квиктайм Установи Квиктайм Решили Или iTunes Ну Лучше Квиктайм Отдельно Под Windows У тебя Решит Это Все Эти Проблемы Или Напиши Если У тебя Квиктайм Настройках Если Нет То Просто Установи Квиктайм Квиктайм Под Windows Там Я думаю Решит Может Пока Сейчас Мы Разбираемся Установить Достанет Хорошо Ладно В общем Давайте Откроем Еще раз Этот проект Пройдемся По Вкладке Которая Обещала Рендер Отплит Сделаем Ну Можно Вот так Композицион Это Рендер Кью И Здесь Собственно Быстренько Сейчас Давайте Еще Сюда Вернемся Расскажу Немного Здесь То есть Формат Мы Разобрали Что Такое Output Видео Отпут Это Но Опять же Можно Сделать Видео Чтобы У нас Рендерилось Можно Оставить Там Только Аудио Ну Опять же Если Это Нужно Если Нам Не Надо Видео По Каким То Мы Оставляем Здесь Убираем Здесь Галочку Здесь Как вы Поняли Уже Можно Выбрать RGB Alpha Это Количество Цветов Полностью Зависит От Того Сколько Вас Поддерживает Ваш Кодек Вот Если Выбираем 24 То Тут У нас Определенное Количество Цветов Будет Поддерживаться Ну Допустим Если Я возьму Чтобы У нас Во Float Ввести Во Float Point К примеру Это Будет EXAR Есть У меня Здесь EXAR Секвенция Ну Да Ну Давайте Uncompress Потому Что Он 10 Бит Он У меня Точно Будет Поддерживать Он Даже Не Поддерживает Float Но Он Поддерживает 3 Триллион Цветов Это Наверное Больше Чем В принципе Можно Где-то Просмотреть Ну Или Давайте Uncompress Я Думаю Он Точно Поддерживает Больше Ну Тоже В общем Разные Опять же Разные Форматы Хотел EXAR У меня Здесь Почему-то Нет Он Точно Поддерживает Float Ну В общем Суть Такая Что Разные Кодеки Поддерживают Разное Количество Цветов И Поэтому Я Предлагал Тогда Еще Вначале Использовать Ну Допустим Если 4 4 4 Это По-моему Самый Самый Большой Размер И Самое Лучшее Сохранение Цветов И Качества То У нас Есть Соответственно Будет Опять же Выборка На Триллион Цветов Миллион Цветов Но Обычно Такое Количество Цветов Не Нужно Но Если Скажем У вас Есть Вы Отдаете Клиенту Не знаю Какой-то Видеофайл У вас Там Довольно Много Картинок И У вас Там Меняется Куча Цветов И H2004 Явно Жмет То есть Он Явно Он Дает Очень Плоскую Картинку То есть Ну Опять же Можете Поменять Другой Формат И Соответственно Он Поддержит Больше Цветов Там Как Правило И Меньше Жать А Ну Вот Если Взять Ну Чаще Всего Я Даю 422 HQ Потому Что Размер Не Сильно Большой И Да И Он Тоже Поддерживает Довольно Большое Количество Цветов И Он Хорошо Жмет И Дает Довольно Дает Приятную Такую Картинку То есть Не Ужимает Там Для Блеклого Какого-то Оттенка Хорошо Ладно Пока С Разное Количество Цветов Это Больше Относится Это Тоже Больше Относится К Цветам И Обычно Здесь Ничего Не Меняет Остается По Умолчанию Или Редкий Случай Когда Что-то Менял И Это Надо Было При Сохранении Между Границами Между Контрастными Цветами Это В общем Это В 4К Если Будете Как Рендере Здесь Можно Будет Поменять Хорошо Ресайз Ну С Сделать Скажем Какой-то Кастомный Размер Либо Ну Просто Уменьшить Если Мы Скажем В процентном Соотношении Если Вам Нужно Скажем Для Превьюшки Сделать Такой же Самый Проект Только В 5 Раз Меньше То Можете Делать Ну Или В 4 Раза Меньше 25% То И По Сути Ну Скажем Если Вам Позволяет Там Посмотреть Какой Процент Кроп Ну Скроп Это Понятно То Все В принципе Можно Слева Там Отрезать 50% Справа И Сверху То В общем Все Все Очень Просто С Аудио Тоже Все Ясно Здесь Обычно Берется Настройки Формата Или Ваши Звуковые Карты То 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 Обычно Это Берется С Файла Проекта Давайте Вот Так Как Мы H24 Тут Посмотрим Настройки Вот Здесь Здесь Есть Несколько Параметров Ну То То Там Много Разных Форматов Все Мы Не Будем Рассматривать Потому Что Это Довольно Долго И Самые Основные Это H24 Отсюда Поэтому Вот Его Рассмотрим В плане А Ну Есть Еще Post Action Ну Это Наверное Такое Довольно Довольно Редко Используем Поэтому Я думаю Сейчас Пока Это Не Будем Рассматривать Так Что Формат Options В общем Если Мы Выбираем 264 У нас Появляется Несколько Параметров Опять же Качество Ну Я Честно Говоря Не Заметил Как Оно Прям Сильно Сильно Меняет Видеофайл Ну Обычно Я Ставлю Здесь 100 То То Это Как Качество Видеофайла Но Самое Самое Важное Это Сжатие И Это Обычно Вот Этот Параметр Который Относится К Битрейту То есть Все Видео Они Имеют Какой-то Битрейт И Чем Соответственно Выше Битрейт Тем Лучше Качество И Соответственно Тем Больше Файл И Так Далее Вот Есть Еще Advanced Setting Это Я Обычно Не Ставлю Если Мы Хотим По Молчанию Изменить В общем Это Междукадрово Грубо говоря Междукадрово Можно Удалять Какие-то Ключи Которые Скажем Схожие То есть Что это значит Вот К примеру У нас Есть Статическая Картинка На То есть Допустим На первые 15 кадров Если Мы Оставим Этот Параметр То У нас Между Этими 15 кадрами У нас Будут Удаляться Ключи Потому Что Она Статична То есть А потом Если Эта Картинка Начинает Как-то Меняться Потом У нас Появляются Какие-то Артефакты На Движении Потому Что Удаляется Промежуточные Кадры Между Первым Вторым И Третьим То есть Все Что Находится Между Первым И Третьим Удаляется То есть Из-за этого Может появляться Такая Рубленная Картинка То есть Промежуточные Кадры Анализируются И промежуточные Удаляются И чем Больше Кейфреймов У нас Точнее Чем меньше У нас Кейфреймов Остается Тем Соответственно Больше У нас Удаления Между промежуточными Кадрами То есть Что это Значит Происходит Анализ Первого И какого Нибудь Пятого Кадра Чем Больше Этот Параметр Тем Больше У нас Промежуточных Кадров Между Первым И пятым Удаляется Например То есть Не удаляется А там Идет Такая Жесткая Компрессия То есть Какие-то Ключевые Кадры Которые Остаются Которых Ключевые Изменения В анимации Происходят Или Там Это Видеофайл Там Монтаже Какие-то Ключевые Кадры И Чем Больше Этих Ключевых Кадров Удаляется Тем У нас Рубленнее Картинка Становится Но К примеру Это Имеет Смысл Использовать Когда У нас Нет Никакого Движения Почти В кадре То есть Нет Никакого Движения В анимации У нас Статика Какая-то И вот Тогда Можно Сэкономить Кадры Ну Хорошо Это По умолчанию У меня Стоит Тысяча У вас Может Какое-то Другое Значение Можете Поставить Тысячу И Попробуем Сделать Еще Рендер То есть Я Сохраню Как-нибудь Его Под названием Альфа В смысле Не Альфа А Битрейт Тысяча Мы Просто Будем Понимать Насколько Ну Довольно Быстро Рендерить Поэтому Пусть Порендерить Насколько У нас Будет Отличаться Сжатие И Размер Файла И так Далее Ну В общем Чем Больше Значение Тем Лучше Качество Тем Меньше Соответственно Сжатие Но Хуже Файл То есть Хуже Там У нас Может До такого Быть Что Прямо Квадратами До Квадратов Ужать Вот И И И Обычно Это Если Говорит Для Моушн Дизайна И Вот Такого Плана Как Сейчас Там Рендерится То Я Обычно Это Около 20 Тысяч Ставлю Но Опять же Тут Надо Смотреть Смотреть То Какое У вас Какое Требование У вас Там От Файла Опять же Если Это Просто На Ютуб Залить Или Куда То Можно Сделать И Больше То есть Соответственно Меньше Сжатие Меньше Потери Качества Но В целом Это Где-то Ну В таком Районе Около 20 Тысяч Но Опять же Я Рендерю Иногда Там Ну Какой-нибудь Подмобильный Подсайт Там Вот 3 Мегабайта Ну То есть Это Качество Печальное Будет Видно Да Но Иногда Скажем Какие У нас Такие Случа Когда У нас Небольшого Размера Картинка Ну Скажем Нам Нужен Для Сайта Вот Такой Размер Это Рендерить Понятно Что 20 Тысяч Нет Смысла Рендерить Ну Под Такого Размера Разрешения Под Full HD Это Ну Это Видно Что Это Какой-то Непонятный Шлаг Поэтому Ну И Соответственно Размер Маленький Поэтому Я Предлагаю У Среднее Значение Опять же Вы Подбираете Под Какой-то Конкретный Проект Под Свои Цели Я Здесь Обычно 20 Тысяч Ставлю Но Скажем Это Сохраняет Не сильно Большой Файл И при этом Не Ну То есть Не так Сильно Его Жмет Ну Не так Заметно Это Сжатие Оно Заметно Но Опять же Это Это Можно Еще Где-то Показывать Но Пока Что Он Самый У Нас Самый Маленький Сейчас Еще Зайду Туда Он Пока Самый Маленький Размер У У Нас Ну 3 Мегабайта Я не Знаю Это Ну Это Слишком Для Full HD Поэтому Но Пока У нас Эти 24 Лидирует То есть Он У Нас Без Всяких Там Без Всякого Изменения Битрейта Сейчас Дает Самый Маленький Размер Файлов Вот Эти Все Остальные С Альфа Этот Рендерится Еще Вот Так Что В Принципе Отсюда Можно Рендерить Можно Рендерить Довольно Довольно Большие Довольно Маленькие Файлы Есть Какой-то Потолок Опять же Если вам Нужно Сохранить Качество Как Можно Опять же Не говоря За цвета Имеется Ввиду Качество Именно Картинки Там Без Секих Дробленных Пикселей Без Квадрат Вот Этих Всех Тогда Можете Даже Уходить До 100 Но В целом Опять же Вот Видно Что 100 Это Больше Может Быть 200 Мегабайт Файл Ну вот В принципе Сейчас 20000 25 Мегабайт Файл И Он В принципе Незаметен По сжатию Да То есть Незаметно Что у нас Где-то Что-то Вылазит Ну по крайней мере Мне не видно Вот Опять же По умолчанию 50 мегабайт Иногда Это опять же Для motion Графики Это будет Извичество Если Опять же Нам нужно Заливать На какие-то Превьюшки То можно Прямо Отсюда Ставить 20000 И Рендерить Ну опять же Можно Меньше Можно До 10 Наверное Уйти Будет Теоретически Будет Два раза Меньше Файл Но Соответственно Качество Будет Вот По After Effects Я думаю В принципе Все Касается Касается Там Того же Давайте Еще Прорез Дем Рендер Для Размера Что касается Рендера Это В принципе Все Кстати Прорезе Тут Ни Параметров Нет Вот Это Мне тоже Очень Нравится Что Ты Зашел Поставил И Не Надо Думать Какой Там Битрейт Поставить Или Еще Что То 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 У него Вшиты Там Свои Настройки Для Каждого Из Этих Кодеков Ну Давайте HQ Поставим Просто Ради Интереса Какой Он Будет Давать Размер Файла И Может Быть Даже В Теории Может Будет Посмотреть Разницу В Цветах Сейчас Иконочку Что Сопфолдер Тут Кстати Есть Возможность Сохранить Сопфолдер Если Скажем У вас Одинаковое Название Нажимаете Ну Там Допустим Сдублировали И Какая Еще Проблема То Можно Сохранить Дополнительную Подпапку Вот В общем Все Что Касается Самого Рендера Из Афтер Фекция Ну Мы Разобрали Все Самые Какие Тонкости Ну В принципе Я вам Сказал Есть Еще Один Вариант Вот По-моему Амали У меня Как раз На днях На неделе Спрашивала По поводу Того Как рендерить Точнее Она знала Но Какие-то Проблемы Там Были Как рендерить В json Точнее Это svg Формат Который Скажем Можно Распарсить На любом Приложении Там На вебе И 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 Как Динамическую Графику То есть Это не Видеофайл Это не Там Гифка Какая-нибудь А именно Поток Свж Файлов Ну Еще Называется Еще Как Называется Еще JSON Поэтому Отсюда Можно Через Плагин Через Бесплатный Скрипт Может Мы Разберем Когда-то Ну Сейчас Пока Этого Мы Не будем Делать Я По-моему Хотел Это Рассказывать На Диджитал Или На Интерактив У нас Будет Это Отдел Но Это Часть Поэтому Может Когда-то Разберем Хорошо Вот У нас Прорез Так Что У нас Он Весит Тридцать Мегабайт Самый По-моему Самый Большой Да Ну Не Считая Он Компресс Ну Даже Не знаю Что Сказать И Не Особо Разницу Вижу Но Здесь И Не Увидено Ну Здесь Нет Таких Прям Таких Цветов На Которых Это Можно Было Посмотреть Поэтому Motion Графику Я Предлагаю Просто Рендерить Там В С 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 Если Какие То Картинки Будет Поставить Что Другое Ну Давайте Посмотрим Ради Интересно С С С С С С С С Вот Думаю Что Тут Будет Какая Тут Хотя Не Видно Что Он Этот Блек Лай Ну Видно Сейчас Надо Чуть Больше С С С С С С С Может Быть На Розовом Может Кто-то Заметит То Есть Как Бы Видно Что Немного Цвета Такой Выцветший Цвет Сейчас Еще Где-то Ну Вот На Карандаше Видно Вот Может Ну Я Не Знаю Там На Шеринге Видно Это Нет Ну Ну Вот Если Я Не Знаю Как Зум Сделать Давайте Ради Интереса Заскриншотим Это Ну Может Кто-то Видит В Этом Расстоянии Может Быть На Трансляции Не Видно Но У Меня Видно Я Что Этот Карандаш Темнее Вот Это Видно Да Ну Супер Поэтому Я Ну Вот Почему Я говорю Что Все Там Какие-то Тестовые Варианты Отдавать Лучше Просто На Превью Да Отдавать Именно Там Вот В 204 А рендерить Уже Какой-то Более Серьезный Формат Прорез Он Это Формат Который В Продакшене Используется То есть Это Довольно Профессиональный Которому Отдают Там Все Рекламы И так Далее То есть Он Ну Довольно Распространенный Сейчас Закину Попробую Это Чтобы У нас И не знаю Будет ли Это заметно На этом Стриншоте Ну Вот Видно Вот Сейчас Я увеличил Там 200% Видно Что Это Такой Более Насыщенный Более Темный Цвет Это Такой Более Не Смотрим Сейчас На Сжатие Потому Что Сжатие Но В Принципе Ну Понятно Что H264 Он У меня Там Около 200 Точнее 20 Килобит В общем Битрейт Был Конечно Довольно Большой Но Тем не менее Тут Именно Цвета Видно Что Они У нас Отличаются И Он Даже На Белом Даже На Желтом Видно Что Вот Допустим Этот Желтый Такой Более Контрастный Это Такой Выцветший Какой-то Желтоватый Оттенок То же Самое По Полоскам По Полоскам Видно Что У нас Этот Оранжевый А тут Опять же Не смотрим На Компрессию У нас Все Просто Выцветшее Какое-то Наверное На Синим Тоже Будет Заметан Ну Чуть 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 Видно Опять же Есть Какой-то Предел Цветов Которые Выше Которого Он Просто Обрезает И Это Как бы Это Большая Часть Нужно Чтобы Сохранить Размер Файла Поэтому В общем Я думаю С этим Ясно Сейчас Что-то там Был Вопрос Хорошо Хорошо Да Ну Можно В следующий раз Сказать Там Пару Плогинов Которые Надо Будет Поставить Я Напишу Каким И Разберем Да Это Опять же Какие В этом Плюсы Есть В том Что Это Размер Размер Файла Может быть Чуть Чуть Меньше Чем Видео И Плюс В том Что Это Динамически Подгрузка Это Как правило Всегда Быстрее Чем Подгрузка Одного Видеофайла И Потом Ну То есть Под Демонстрация Этого Видеофайла То есть Ну Потому что Файл Он По-моему Подгружается Не Кусками Ну Опять же Не Говоря Там За Какой-то Сервис Я Между Если Вы На Сайте Допустим Размещаете У себя Видео То Оно Как правило Кусок Подгрузился Большой Довольно Кусок И Тогда Он Нам Показывает Вот SVG Он Сразу Подгружает Там Моментально Буквально Этот Распарсенный Файл Поэтому Как правило Все Довольно Быстро Хорошо Ну В принципе Давайте Еще раз Откроем Я Закрыл Можно В принципе Открыть 5 И Вывести Ну У меня Там С лицензией Какая-то Проблема Появилась Не Знаю Ну Сейчас Посмотрим Что Можно С этим Сделать Файл Точнее Выбираем Композицию Вот Она У нас Ну Или Можно Рендер Обычно Я Делаю Композицию С Восклицательным Знаком Она Называю Рендер Она Уносит Самый Вверх Мы Не Ищем Там Не Знаю Или Даже Уношу Когда-то Сюда Там В корень Вот Чтобы Она Всегда Была Вверху Мы Видим Тогда Где У нас Наш Финальный Проект От Который Мы Будем Рендер Я Нажимаю В нем Сохраняется Скажем Там 10 10 Каких-то Композиции Которые Собственно Собирает Весь Проект Ну И Собственно Отсюда Можно Сделать Экспорт Меди Меди Энкодер Давайте Посмотрим У меня На Маке Что-то Я Что-то Я Сегодня Понял Что У меня Какая-то Проблема С Лецензией Появилась Ну Если Опять же Если У меня Не Откроется Там То Мы Его Завтра В Следующий Раз Разберем И Перейдем На 3D В Принципе Как По Рендеру Там Все Довольно Просто Но Хотелось Еще Какие-то Моменты Для Сравнения Посмотреть Именно Вывода С него Потому Что Я Уже Говорил Что Adobe Считает Что Это Будущее Рендеринга Поэтому Они Хотят С этого Деньги Еще Дополнительно Срубить Да О том Что Говорю Нужно Сделать Покупку Ну В общем Я Могу Вкратце Рассказать Или Нет Давайте Уже Потом Это Разберем Отдельно В общем При Выводе У кого Получится Сделать При Выводе При Выводе С After Effects Он У вас Добавляет Сюда Эту Композицию Вот И В принципе Суть Такая Что Вам Можно Даже Не Открывать After Effects А Просто Перекинуть Ой Перекинуть Проект Прямо Туда То есть Ну В этом Есть Плюсы В этом Есть Минусы Плюс В том Что Вам Не Надо Подгружать Проект Целиком Да То есть В память Ну Точнее Теория Там Грузится Тоже Но Не Так Скажем Не Не Так Много Места В Памяти Занимает Вот И Второй Второй Момент Это Связан С тем Что У вас Может Быть Там Допустим Несколько Проектов С разных Программ То есть К примеру Это After Effects Premiere Там Еще Что-то И Вы Все Рендерите В одном Месте То есть Ну Точнее Ставите На рендеринг В одном Месте Или Допустим У вас 10 Проектов В разных Каталогах Вы К примеру Выбрали Там Из 10 Там Несколько Файлов Там Допустим Какой-нибудь Первый Второй Вариант Там Сохранения И Закинули Это Абсолютно Разные Проекты В разных Папках И Закинули Все В Media Encoder Поставили На ночь Рендерить И все И легли Спать То есть В принципе Это Удобно Что Не надо В After Effects Открыть Один Проект От Рендерить Открыть Второй Проект От Рендерить Батч Рендера Ну Если Кто Знаком С Этим В принципе То Суть Примерно Такая Хорошо Давайте У меня Нет Лицензии На нем Почему-то Она Отвалилась В общем Давайте Пойдем Дальше Я Это Не Удаляю Я Оставлю Это До Следующего Раза Просто Для Сравнения Нам Понимать Вот Да Открываем Первую Часть Относящихся К 3D Это 41 41 Откройте У меня Все Все Нормально Работает Все Подтянулось Там Никаких Проблем Нет Сейчас Чуть Уберу Вот Хорошо Есть В общем У нас В After Effects Есть Два Режима Опять же Работая Это Типичный Наши Джим Просто Когда Мы На Композицию Добавляем Какие-то Объекты Какие-то Видеофайлы Там Не знаю Какие-то Шейпы У нас Это Все По умолчанию Является Двухмерным Объектом Ну К примеру Вот Если Мы Зайдем Transform То У нас Здесь К примеру Есть Rotation И у Нас Он Вращает По одной оси По оси Z Грубо говоря Называем И опять же Есть Там Всего Два Параметра На Transform То есть По оси X И по Y Что в принципе Логично Вот Ну Скажем Сейчас Мы можем Поработать С 3D И Это Довольно Просто Все В общем-то По крайней мере Реализовано Здесь Это Вот С правой стороны Кнопка Похожая На Куб Вот Есть еще Общий Общий 3D Там Ну Пока Пока мы Здесь будем Только Использовать Куб Вот То есть Нажимая Куб У нас Получается Преобразовываются Наши Объекты В 3D Даже Можно Это Пока Отключить Или Пусть Будет Ну Давайте Тоже Сделаем Тоже Сделаем Планар Это Просто Планар С Сеткой С Гридом Вот В общем Преобразовали Мы Все это В 3D И у нас Соответственно Каждый Объект Теперь Имеет Чуть Другие Свойства Это Что Значит Это Добавляется Нам Трехмерная Координата То есть Это На Позиции Видно Что Ноль У нас На Rotation У нас Появилось 3 Сразу Оси Вот И на Scale Ну Scale Допустим Здесь Он Как по мне Третья Ози Бессмысленно Потому Что У нас В After Effects У нас Все Картинки Они У нас Ну Все Что Мы Добавляем Оно У нас Плоское То То Как По Осе З У нас Особо Нет Смысла Это Все Масштабировать Здесь Это По Осе З В Некоторых Пакетах Это По Другому В В Суть Такая У Нас Сейчас Это По Умолчанию Ну По Крайней Мере Должно Быть Так Classic 3D Это Самый Стандартный Классический 3D Рендеринг Точнее 3D В Порт Который Позволяет Нам Самые Банальные Операции Делать 3D Пространство Ставить Свет Можно Тени Добавлять Самое Простое Ничего Сверхного Естественного Давайте Попробуем Сделать Кстати В 3D Я Чаще Работаю С Несколько Экранами Это К примеру Двумя Потому что Проще Ориентироваться В Пространстве Обычно Я выбираю Два В Вьюз Один В данном Случае Один У нас Вид С Камеры Камера Сейчас Объясню Что это Такое И Один Вид У нас Правило Здесь У нас Сейчас Это По-моему Сверх Ну да Все правильно Вот У нас Он Сверху И Чаще Всего Я В таком По сути Виде Работаю Потому что Довольно Просто Ориентироваться Где У нас Находится Какой Объект Но Давайте В принципе Попробуем Сделать Самое Банальное Смещение Допустим По той же Z Координате То есть Вот Возьмем Наш Только Не наш Background Возьмем Наш Допустим Домино Какой Нибудь Первый Не знаю И Сместим Ее По Осе То есть У нас По Мощанию Появилась Вот такая Ось Координат Ну Куда Нибудь Вбок Сейчас Это Наскрою Все Вот Чтобы У нас Больше Места Работы Вот То есть И так же Сделаем В принципе С каждым И у нас Опять же Я могу Там По оси З Смещать В данном Сучит По двум Координатам Но Сейчас Да Выделяю Все Ctrl A Нажимаешь И Сворачиваешь Вот так Ну Сейчас Я посмотрю Ну Обычно Я Нажимаю Ctrl A И Сворачиваю Да Вот И Собственно Самый Последний Можно выбрать Или Какой У меня Самый Последний Ну Вот Это Самый Последний И Тоже Мы Его Сместим По Координате Z И У Нас Он Видно Что Он Залез За Наш Фон И Фон Мы Тоже Давайте Сместим На Задний План Ну Можно Опять же Отмасштабировать Его Я Нажимаю S Для Масштабирования Все Связано Чтобы Нас Растянуть По Нашей Композиции Или Даже Нет Давайте Сделаем Поворот Тут На самом Деле Сейчас Появилось Немного Такой Кого-то Будет Смещать Немного Больше Параметров Ротейшн Еще Ориентейшн Появилось Ну В принципе Пока Можете Прямо Не сильно На это Акцентировать Немание Потому Что Суть Этого Не Меняет Ну К примеру Вот Сейчас Я По Х Поверну На 90 Скажем Градусов Чтобы У нас Сделать Пол Пол Так Вот И Если Посмотреть Сверху То У нас Вроде Все Закрывается С нашей Центральной Камерой Можно Снести Но На самом Деле Вот Сейчас Сверху Мне Довольно Тяжело Ориентироваться Насколько Я Пускаю Поэтому Я Могу Изменить Здесь На Допустим Слева И Смещаем По По Нижнюю Границу Вот То есть В принципе Вот Сейчас Если Посмотреть То У нас Объект Уже Расположены Не Просто По Какой-то Плоскости В одном Слое А сейчас Они У нас Расположены Вот Именно В Трехмерной Какой-то Композиции Кстати Активное Откно У нас Подсвечивается Такими Треугольниками Если что Чтобы Понимать В какой Мы Части Работаем И С 3D Видами У нас Как правило Сейчас Как-то Довольно Неудобно Работать У нас Есть Еще Дополнительные Кастомные Виды Но Сейчас Немного Расскажу О камере То есть По умолчанию У нас В сцене Мы ее Не видим Но У нас Есть Грубо говоря Это такая Предустановленная Камера Которая Вот сейчас На самом деле Работает Как 3D Камера То есть Она у нас Работает И она По умолчанию Ее не видно Но По умолчанию Она есть И Опять же Можно Ее же Поменять Перейти В какой-то Кастомный Вид То есть Вот Посмотрелся С другого Ракурса Кастомный Вид Это значит Кастомный Вид Который Мы можем Сами Задать Здесь По умолчанию Для этой Камеры Которую 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 Мы еще Не создавали Она Есть То есть В любом случае Если мы Можем Поменять Вид То есть В любом случае Какая-то Камера Есть Которая По умолчанию Идет В 3D Сцене Вот Опять же Мы на нее Можем Перейти Нажав Что там Допустим Тоже Си Или Здесь Вот Иконочку И Скажем Там Переключать До того Момента Пока У нас Не появится Такая Стрелочка С вращением Что Мы Могли Сами Задать Этот Кастомный Вид То есть Я сейчас На кастомном Виде Да Задать Какое-то Конкретное Скажем Положение Нашей Камеры Чтобы Нам Было Удобно Смотреть За Этими За Этими Домино Вот То есть Ну Скажем Вот Меня Устраивает Этот Вид Я Всегда Могу Перейти На Другой И Тут То же Самое Сделать Более Сверху Но Опять Же И Вернуться Опять Же К Ведущему Иду Вот А все Остальные Манипуляции Там Скажем Перемещение Делать Как бы Удобнее Скажем В виде Слева Там Или В виде Справа Вот Если Я Пример Там Хочу Сдвинуть Вверху Вот Это Что Касается Опять Что Касается 3D 3D Сцены И Если К примеру Если К примеру Я Не Вот Допустим Если Я Работаю С Какой То Плоскостью Которая Является Которая Является Не Трехмерным Объектом Она У нас К примеру Только Будет Отображаться В Двух В Эктив Кэмер Либо Там В Двухмерной Плоскости Только Спереди То К примеру Как бы Ее Не Двигали Мы Никогда Не Зайдем Как Был Наш 3D Мы Никогда Не Зайдем За Нее То Некогда Не Зайдем То То Она Как Б Она Уже Тут Все Двухмерные Плоскости Они Как Б Просто Перекрывают Друг Друг То Они Не Могут Перекрываться В 3D Плоскости Они Перекрывают Один Другого Как По Слоям Как Фотошопе Если У нас 3D Объекты То Они Перекрываются Именно Расположением Относительно Y Оси То 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 Желательно Делать Это Все Вот Я Допустим Изменил На Трехмерный Объект Наш Наш Планар И Он У Нас Автоматически Перекрывать Солкал Какой Это Там До Минут Поэтому Тут Все Довольно По Мне Просто Хорошо Ну Пока Я Оставлю Этот Планар И Посмотрим Немного Трансформ Потому Что Тоже Мне Кажется Интересно На Самом Объекте У нас Появляется Трехмерная Координата Которая Опять же С Перемещением Все Понятно С Вращением Тут Опять же Можно То Самое Если Мы Оставим Снеппинг Использовать Перевязку Ну К примеру Упс Не То Перейдя На Pen Pen Tool То Мы Можем Привязаться К К К К К К К К Объекта Сейчас У меня Это Чуть Все Притоможить Изолирую Секундочку Вот Я Могу Там Перевязаться К К К К К К К К Объекта Но В общем Перенести В Самый Низ И Опять же Вот Соответственно От этой Точки Мы Можем Сделать Какое-то Скажем Там Вращение Не по Этроси По Скажем По Игреку То есть Поворачиваю Тем Самым Ну Видно Что Она Плоская Как бы Потому Что Это Все Просто Картинка Грубо Говоря Но Опять же Можно Наклонять Опускать И так Далее То есть Вот То есть Показать Как это Работает Именно На Так Это Можно Пока Фон Скрыть Наверное Или Нет С фоном Не видно Ничего Сейчас Вот Тогда Повернем Просто На Девяносто Ой Не попроси По Иксу Вот И На Которой Мы Можем Двигать По Нужной Координате Ну И То же Самое Допустим Если На Переду На Вращение Подращать По Какой-то Анкред Оси Подвев К оси У нас Соответственно Павляется Указатель Что Это И И Можем Относительно У Нужно Вращать Вот Так Сейчас Секундочку Ну В принципе Как Как Работать Я Думаю По Моему Все Понятно Особо Никаких Там Проблем Можете Сами Покрутить Там Добавить Добавить Это Эти Объекты В 3D По Растягивать Его В принципе Все Довольно Можно слева Можно Скажем Сверху Обычно Я либо Сверху Редактирую Это все Ну Потому Что Мне Так Удобнее Ну Я думаю Вам В принципе Удобнее Будет Видно Эти Все Объекты Либо Слева То есть Чтобы Мы Понимали На Каком Они Расстоянии Друг Друга Находятся В 3D Пространстве Поэтому Так Проще Редактировать Хорошо Можно Дальше В принципе Пойти К Клавиши Она Есть Но Я Не Скажу Какая Точно Ну Вообще Я Это Все Делаю На Уровне Здесь На Уровне Кривых Там Либо На Уровне Ключей Прямо На Конкретном Параметре Вот Ну Не Скажу Точно Чтобы Не Сбить Хорошо Давайте Откроем Грубо Говоря Наш Проект Скамер Это 42 Там Может Быть Он Вполне Такой Же Самый Я Не Помню Что Я Собирал Там Для Разнообразия Я Добавил Что Наверное Другое А Ну Вот У нас Сразу Уже Установлена Там Установлена Грубо говоря По умолчанию Камера Которая 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 Собственно Является Активная То есть У нас Грубо говоря Есть Сцени Камеры Которую Мы Не Видим Но Она У нас Активна По умолчанию Это Значит В After Effects Где-то Под Капотом Создаётся Камера С Определенными Параметрами Которая У нас Ну И Собственно Формирует 3D сцену То есть Если бы у нас Не было камеры У нас Было бы Это всё Очень печально Ну Как бы Она у нас есть Она у нас Формирует 3D сцену И если мы Хотим Скажем Покрутить Эту камеру То есть Условно Скажем Что она Есть Потому что У нас Нет её Как объекта На который Мы могли бы Ставить Ключи Удалять Перемещать В какие-то Конкретные Позиции Ну Мы ещё Разберём Но у нас Есть Грубо говоря Сцена В которой Тоже По умолчанию Есть Такая Как Она ещё Была Там В Максе Допустим Она называется Перспективная Камера То есть Это не Как Камера Это Под капотом Отрабатывает Как Камера Трёхмерная Вот Поэтому У неё Есть Опять же Несколько Несколько Свойств На Перемещение Вращение И Там Ещё Так Называется Трек Или Доли Камера Вот Можно Попробовать К примеру Взять Допустим Трек По Зи Оси В этом Случай И Что Это Нам Позволяет Это Что Такое Так Ну Всё нормально Так Трек Ну Хорошо Попробуем Тогда Орбит Вот Я Если Перехожу На Custom View То У нас Ну В общем Он Почему-то На Активно Не хочет Мне давать Но В общем Суть Такая Что Если Мы Перейдём На Custom View И Изменим Скажем Там С Орбит На Трек То У нас Появляются Какие-то Собственные Настройки На Точнее Собственные Инструменты Для Перемещения Камеры В 3D Пространстве Ну Скажем Трек По Z Соответственно Приближает Отдаляет По XY Он По Номерования Используется Вот То есть Мы Можем Плавненько Двигаться С Лево Направо К примеру И Соответственно Орбит Позволяет Нам Вращать Камеру То есть Сейчас Посмотрим Вот К примеру Я выставил Вот Её В таком Ракурсе И К примеру Вот Мы Можем Сделать Такое По Номерования Но Опять же Active Камера Это Камера Которая У нас По Молчанию Грубо говоря То Что У нас Создаётся При работе То есть Даже Если Мы Сейчас Опять же Отключим Это Все Отключим Все 3D То У нас Соответственно Просто Будет Планар Который Нам Который Нам Грубо говоря Точнее Это Все В какой-то Плоскости В которой Опять же Есть Камера И Вот Если Мы Даже Переходим В 3D Пространство То У нас Эта же Камера Она У нас Просто Как По Молчанию Добавляется Делая Нам Сцену В таком Каком-то 3D Пространстве Поэтому Здесь Поэтому Не работают Эти Все Инструменты Они Активны Только Если У нас Работает Камера Но Их Можно Попробовать Если Перейти На Кастом Вид Потому Что Кастом Вид Это Позволяет Нам Какой-то Сделать Кастом Настройку Вид И В этом Виде Работают У нас Эти Все Камеры Но Активна Это Камера Которая По Молчанию Которая Направлена В Одну Тоже Точку Не Смещается И Смотрит На Нашу Сцену Спереди С Определенным Углом Перспективы Так Как У нас Есть Перспектива Ее У нас Видно Для Того Чтобы Создать Камеру Есть Несколько Вариантов Камеру Как Слеер Камера Либо Справа В Контекстном Меню Выбрать Камера В принципе Так Быстрее Поэтому Отсюда Попробуем Сделать Опять У нас Здесь Появляется Окно С кучей Параметров Это Все Эмуляция Скажем Вот Эти Все Зумы Angle View Film Size Это Размер Нашей Матрицы У нас Здесь 35 Миллиметровый Объект Ну Если Сравнивать С Обычной Камеры То Здесь У нас 30 Миллиметровый Размер Сенсора То есть Опять же Можно Здесь Выбрать Пресет В общем Я Не знаю Я вам Не рекомендую Здесь Что-то Менять Потому Что В принципе Есть Пресеты Которые Эмулируют Настройки Реальных Камер И Как Стандарт Это 50 Миллиметров Соответствующим Фокусным Расстоянием Соответствующим Зум И Углом Вида Создается Сцена С 50 Миллиметровой Камерой Условно Говоря Сейчас мы Добавим Один или Две Ноды Пока Ставим Одну Потому что Два Она слишком Такая Сложная Немного Неуклюжая Поэтому Пока Что Будем С Одной Работать И Можно Назвать Ее Как То есть В принципе Я Ну Если Кто Разбирается Ну Если Кто Знает Там Как Свойства Камеры Как Что Работает То Может Там Покрутить Эти Параметры Но В целом Я Просто Обычно Выбираю Нужный Пресет Который Понимаю Что Допустим Это Вот Он Опять Это Все Можно В дальнейшем Зум Тоже Менять И так Далее Поэтому Ставим Там Пресет 50 Нажимаем Нажимаем OK И Мы Видим Что У нас Ничего Не Поменялось Почему Потому что Вот Эта Камера Которая С Фокусом Расстояния В 50 Миллиметров Она Эмулирует Камеру Которую По умолчанию Создает After Effects И Он Ее Под Капотом Добавляет Поэтому Если Мы Скажем Выбрали 85 То Мы Увидели Разницу То есть У нас Бы Посоздалась Камера С Явно Видимым Изменением А Так Как Мы Создали 50 Это Та Камера Которая Под Капотом В After Effects Создается В Текущей Сцене Вот И Соответственно Сейчас Если Мы Перейдем На Инструменты Или Нажмем Просто C К К К Камера То есть C Это Как Правило То Первая Буква Камеры То Можем Соответственно Уже Крутить Непосредственно Вот Стоп Давайте Вернемся К Одной Камера Ноду Сейчас Секундочку Гляну Так Камеры Да У нас Все У нас Она Ну И вас Тоже Должна Быть Не Не Двухсторонняя То есть А там В смысле Не из двух Нот Состоять Не с точки Интереса В общем Точка Интереса Или по Другому Ну В общем Мы пока До нее Дойдем У вас Тоже Должна Повица Камера И Уже Активность Соответственно Все ее Настройки То есть К примеру Можно сделать Трек Камеры То есть Наезд Там Пономерование Слева Направо К примеру То есть Вон Теперь Это все Работает Опять же Вот если Я к примеру Скажем Сделаю Вот так То у нас Видно Что у нас Как бы В начале Допустим Со второй Секунды У нас Появляется Эта камера У нас До второй Секунды Нету И По сути Вроде Ну как бы Вроде Камера Есть Но Она Как бы Ее Нету То есть Ее Не видно На фоне Нельзя Анимировать Нельзя Сдвигать Ничего Нельзя Сделать Она У нас По умолчанию Создана В такой Проекции То есть Она Как Проекционная Такая Камера Потом Мы Добавили Свою Видно Что Мы Изменили Позицию И Соответственно У нас С этого Момента Получается Камера Уже Не знаю Вот так Ну как-то Повернем У нас Уже Соответственно Видно Что Камера Еще Переобразует Какое-то Вращение Какую-то Трансформацию По перемещению Опять же Если я Сделал К примеру Ресет Этого Всего То У нас Создав Еще Добавится Point Of Interest Это Давайте Чтобы Это наглядно Был Сделан Двойной Вид Вот Я сейчас Пока Отключим Наш Фон Наша Подложка Так Вот В общем Я Перешел На Двухмерный Вид И у нас Соответственно Создалась Камера Вот Она У нас Треугольный Конус У нас Объект Как-что Напоминающая Камера И Соответственно Появилась Точка Вот Потому что Я нажал Ресет То есть Опять же Я не сделал Какие-то Конкретные Параметры Ресетил Да А заресетил Всю камеру У нас Соответственно Появилась Эта точка Интереса Пока Ее Пока Мы не будем Использовать Поэтому Я два раза Нажимаю На камере И сделаю Здесь OneNote Без Без нее То есть Она В принципе Пока не нужна То есть Что мы можем Опять же Она Камера имеет Те же Самые Transform Свойства То есть Можно Двигать ее Ну и Соответственно Все Все параметры Которые Стоп У нас С секундомером То у нас Можно Ставить Ключи То есть Можно Опять же Двигать ее То есть Все те же Самые Манипуляции Опять же Если мы Там Покрутим То у нас Покрутим Камеры То у нас Видно Что Да У нас Она Вращается То есть Ну Опять же Все эти Параметры Вращения Изменения Трансформации Работают Вот С этим Вроде Все ясно Ну Да Все верно Что Что Двигать Какая-то Кривая Камера Ну Смотри Можешь Просто Можешь Просто Да Если Вся Там Она Куда-то Свернула Можешь Просто Допустим На вращение Выделить С шифтом Три параметра И сделать Ресет Ну К примеру Ну Опять же Когда Делаешь Ресет Он Сбрасывает Но Добавляет Point of Interest Поэтому Перейди Два раза Кликнув На ней На камере Оставь Здесь Без Да Все Отлично Перейди Поставим Просто Без Point Of Interest Без Точки Еще Дополнительной Точки Относительно Которые У нас Происходит Перемещение Хорошо В общем С этим По-моему Все ясно Еще У камеры Есть Некоторые Параметры Которые Мы Посмотрим Сейчас Лучше Вот так Это Делать То есть Двумя Видами Потому что Они Более Наглядные Не Не Сложно Настроим Так А Это Вот Почему Я Сказал С двухмерного Виду Потому что Сейчас Будет Как раз Удобно Настраивать Именно Это Будет Более Наглядно Как Это Настроить У нас Кстати Я же Для Этого Расположил Эти Все Доминошки В Нужной Последовательности По Глубине То есть Чтобы У нас Как раз Настроить Дов Вот Ну Сейчас Доберемся До этого В общем Что у нас Есть Зум Это Аналог Зума Который Используется Во всех Объективах Да То есть Видно Что у нас Становится Конус Более Узкий И соответственно Вид у нас Становится Более Узкий То есть Это Аналогично Работает Во всех Реальных Камерах Аналогичный Параметр На всех Объективах Которые Не являются Фиксами А зумами Ну Фикс Это Фиксированное Расстояние А зум Это Уже Соответственно Ну Как бы Довольно Все просто Изменяя его Мы можем Приближаться Отдаляться Но опять же Зум Как вы понимаете Как он работает Он Никак Он не работает Как наезд Да Он работает Как Приближение И скажем Некоторые Объекты Могут Становиться Визуально Визуально Сплющенными Сплющенными Ну то есть Поэтому Зум Я не всегда Рекомендую Использовать Ну кому интересно То можно Получить Определенные Спецэффекты То есть Объекты На самом деле Чуть-чуть Сплющиваются То есть Я просто Думаю Как вам Это продемонстрировать Потому что В двухмерном Пространстве Это не так Заметно Может кто-то Работал в 3D Пространстве Там В принципе Это более Наглядно И логично Ну ладно В общем Пока не будем На этом Останавливаться Посмотрим дальше Так Глубину поля Чуть-чуть позднее В общем Тут довольно Много параметров Вот эти все Которые Айрис Которые Крепесткам Относятся Которые Хайлайтом Относятся Мы пока Не будем Смотреть Остановимся На Вот Верхних Пяти Получается Ну и Ну и давайте Сразу Включим Депс Филд Или еще Как это Называется Дов Сокращенно Да Это глубина Поля Вот мы Как только Включили У нас Сразу Может кто-то Заметит Сразу Появилась Такая Полоска Свиду Слева Которая Нам Говорит О том Что Ну Мы Сейчас Находимся На каком-то Скажем Точнее Давайте Немножко О камерах Расскажу В целом Есть Такой Параметр Как Aperture Или Еще Правильно Он называется Как Ну В смысле Правильно В русском языке Он называется Как Диафрагма То Что это Значит У Камеры Есть Давайте На картинке Продемонстрирую Есть Диафрагма Которая Которая Как Работает Как Открытое Такое Окно Чем Оно Больше Открыто Тем Соответственно Больше Света Пропускает Свет И Тем Более Размыт У нас Становится Фон Сейчас Вам Покажу Вы 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 Наверное Видели Это Свойство Вот 8 Это Самая Наглядная Картинка Соответственно Чем Больше У нас Она Открыта Вот Она Ну Как Окно Чем Больше У нас Открыта Тем Больше Света Сюда Попадает На Матрицу Чем Меньше Она Закрыта Чем Больше Она Закрыта Тем Соответственно У нас Становится Меньше Дырка И Меньше Света Попадает Что Это Значит Нам В After Effects То Когда Мы Ставим Большое Значение Грубо говоря Эмулируем Открытую Диафрагму Большое Это 1.4 Значение Это Называется F-stop Или Выдержка Еще Чем Больше Она Открыта Тем Больше Света Попадает И тем Более Размытая Размытая И Можно Границы Получить Чем У нас Соответственно Больше Это Значение И Тем Меньше Света Попадает Тем У нас Становится Картинка Вся Ну То есть Нет Желейного Фона Размытого Тем У нас Становится Больше Все В фокусе То есть Ну Может Вы Увидели Фон Бакей Еще Называем Вот Это Только Возможно Если У нас При Открытой При Полностью Открытой Диафрагме И Соответственно У нас Появляется Такая Возможность Как Возможность Размывать Картинку То есть И Соответственно Вот эти Айрис Это и есть Эти Лепестки В After Effects Они Еще И Дополнительно Там Настраиваются Поэтому Поэтому Когда мы Включаем Размытие То У нас Еще Вот Этот Параметр Который Мы Соответственно Можем Менять Ну И Опять же Давайте Его Посмотрим Что У нас На Что У нас Он Влияет Вот И Видно Что У нас Сразу Мы Начали Увеличивать Его Но Тут Значение В Пикселях Ну Суть Такая Сама Становится Чем У нас Она Больше Соответственно Тем Более У нас Открытая Получается Диафрагма И Соответственно Больше Размытия И Вот Сейчас Мы В принципе Если Посмотрим То Мы Видим Где У нас Находится Точка Грубо говоря Фокусирования То есть Это Вот У нас Полоска Которая Как раз Расположена Между Второй Третьей Домино Насколько Я понял Ну Вот Она Где-то Между Средними Ну Где-то Здесь Она Проходит Вот Это Та Точка Где У нас Все Фокус И Соответственно Все Остальное При Открытой Диафрагме У нас Становится Размытая То есть Давайте Диафрагма Ну И Плюс Точнее Диафрагма Сейчас У нас Еще Такой Параметр Он Разделяется Как Блур Левел То есть Который Опять же Можно Увеличить Тем Самым Настроив Размытие И Соответственно Чем Меньше У нас Открыта Диафрагма Тем У нас Соответственно Больше Все Фокус То есть Вот Опять же Вот У нас Как бы Совсем Закрыта Диафрагма Это Тот Случай Когда У нас Меньше Света Проходит Ну Те Кто Фотографировали Включи Депс Филд То есть Надо Включить Чтобы Он Работал Вот И Соответственно Чем Больше Значение Тем Больше Открыта У нас Диафрагма И Больше Размывается Первое Допустим У нас Вот Допустим Первое Больше Размыто Крайнее Там Меньше Почему Так Потому Что У нас Есть Фокус На Расстояние Которое Мы можем Соответственно Менять То есть Можем Менять Это Фокус На Расстояние К примеру Если Я Это Фокус На Расстояние Настроено Первой Доминовке Вот То У нас Соответственно Будет Первое В Фокусе А Все Остальное Не В Фокусе Вот То есть Вот Эта Полоска Как Б Ну Или Фокус Дистанс Еще Называется Отвечает За То Что На Чем У Тур Или То Как В Русском Языке Называют Или Выдержки То есть Соответственно Позволяет Нам Сделать Объект Фокусе Или Сделать Его Точнее Открыть Диафрагму Или Открыть Дело Сделав Размытым Или Сделав Резким Вот Ну В принципе Если Те Кто Снимает Они Как Бо В принципе Довольно Все Логично И Все Понятно А Рис Шейп Это Форма Нашей Картинки Это Форма Наших Лепестков То есть В принципе Допустим Дорогие Объективы Клейка Там У них У них Там Своя Своя Форма Лепестков Как Правило Очень Ровно Очень Красиво Ну Я Не Знаю Там Можно Литак Написать В общем У них Там Своя Форма Вот Их Довольно Большое Количество Вот Если На Том Примере Я Я Открывал Было Видно Что Там Их Допустим Штук Пять Всего Было То есть Здесь Их Как Бо Видно Что Тут Довольно Много И Вот Этот Параметр Позволяет Позволяет Во-первых Задавать Формы Их То есть Там Они Опять же Соответственно С формой Они Меняют И размытие И Ну То есть Меняет Лепестки В общем Меняют Форму Размытия Опять Допустим Здесь Количество Я не помню Здесь Нет В общем Их Количество Тоже Влияет На Форму Чем Их Больше Тем Соответственно Более Круглой Получается Бокей Ну Или Размытие Но Аналог Это Наверное Наш В After Effects Square Либо Октагон Давайте Октагон Я думаю Это Аналог Это Наш Октагон Наверное По Форме Он Более Круглой Будет Размытие Вращение То же самое Все параметры Это Больше Какая-то Дополнительная Эмуляция Этого Нет В реальных Ну Как бы Как такового Нет В реальном Мире То есть Они Уже Больше Как Спецэффекты Какие-то Которые Нам Добавили Разработчики Но В целом Суть Суть Примерно Ясна То есть Вот Это В основных Пять Которые В принципе Дальше Ну Там Уже Шейп Еще Поменять Для Более Красивого Размытия Но Это Уже Такое Более Скажем Ну Все остальные Даже Пока Не будем Разбирать То Хочет Там Покрутят Там Разные Спецэффекты На Размытие Можно Давать Вот А Вот Собственно Раунд Это Как раз Имеется Ввиду Ровность Этих Лепестков Потому Что Может Быть Скажем Вот Как Здесь Они Такие Немного Видно Что Они Такие Немного И вот Как Здесь То Тут Видно Что Какой То Не Круг А Какой То Какой То Я Не Знаю Ром Да То 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 Это Собственно Irish Shape Точнее Их Количество Влияет На Ровность Ну То На То Насколько Они Будут Ровная Форма И Ровность То В принципе Если Ровность Накручу Теорию Тут А Ну Видно Он Стал Такой Размытие Стало Сразу Такое Как Более Кремовое Что Ли Такое Ну То То Все Такое Кремовое Вот Поэтому Чем Соответственно Ровнее Круг Тем Будет Лучше Баке И Тем Если Покажу Что Я Написал Тем Соответственно Будет Более Ровной Формы А Не Скажем А Не Вот Такого Плана То 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 Видно Да Они У На Как Октагон Ну То 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 И Это Все Зависит От Того Насколько У нас Какого Типа У Нас Стоит Iris Shape То 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 Опять же Иногда Это Где То Вам Может Понадобиться Вот Когда Ровной Соответственно Это Значит Что У нас Iris Равно Стоит На Максим То То Так количество лепестков смысле не ровный в общем это просто эмуляция эмуляция реальной камеры но самое главное это focus distance который позволяет настроить нас полоска настроить то на каком объекте будем фокусироваться и соответственно можно его анимировать то есть это можно это перемещение там про анимировать и соответственно сделать фокусе нужный нам объект давайте дойдем до нашего первого то есть я не до конца дошел чтобы у нас он был фокусе естественно будет раз фокус вот а у нас еще дальше у нас еще дальше есть объекта не дошел ну вот у нас он самом конце наш focus distance мы я у того перенес там дальше даже за границей камеры то есть у нас просто объект расположен там прям совсем далеко вот то есть видно да как бы ну в принципе это что касается опции камеры это все основное остальные можете покрутить там ну это уже такое они больше влияют на форму или на какие-то спецэффекты на по размытию но опять же вот если выдержку уменьшает у нас становится фокусе так 43 давайте откроем 43 мы сегодня чуть задержимся потому что позднее начали так вопросов нет вроде бы все нормально там и 43 работа со светом со светом принципе наверно все довольно просто можете попробовать тоже вместе повторить это не буду сохранять 43 так что у нас здесь да у нас здесь у нас здесь все просто но здесь два плоских объекта и еще по моему солид на котором на котором грит висит все ничего прям сверхъестественному почему потому что нам нужно будет добавить свет сюда и камеру ну камеру давайте в принципе уже запомнили давайте добавим настроим ее как принципе как будет интересней то есть ну я 50 миллиметров там вот она у нас появилась я сейчас в кастом ю нахожусь ее видно да если мы перейдем на актив камеру соответственно мы перейдем на нашу камеру и я поверну ой я не поверну я чуть-чуть смещу назад чтобы нам видеть наши объекты и он теперь можно повернуть так и я теперь смести хочу в общем настраиваем вид такого как вам удобно и я типа такого и я сейчас еще сделаю чуть-чуть с иду на две проекции принципе здесь нам можно было сделать чтобы нам проще было настраивать камеру с двумя точками в общем ладно я в 3d пространстве себе подтянул вот ну можно в принципе настраивать ее там как угодно он и либо сделать потому что сейчас мы пока можем ой причем можно даже прямо на параметры айтейшн здесь покрутить можно было там с двумя точками сделать и с точкой фокусировки если на камень вот в общем я создал камеру я пока не буду уходить отсюда может быть слева только единственно сделан вот так вот у нас есть камера вот у нас есть сцена и по сути в авторфекции нет если несколько типов света то есть если с камерами там все понятно и логично то в авторфекции есть несколько типов цвета светильников или там грубо говоря эмуляции реального источника света и это либо шаткат либо лэйр нью лэйр ну я наверно быстрее всего ли и привычнее мне вот здесь выбрать просто здесь сразу там контекст на меню появляется без всего лишнего выбираю здесь light и три точки говорит нам о том что у нас появляется какой-то под вылетающий попавчик которым видно да у нас какие-то нас какие-то настройки какие-то параметры у света точнее у типа света который мы хотим выбрать но самый простой и меньше всего свойства него это mb у него всего два да там два параметра этот цвет белый и интенсивность например вот если ставим цвет белый интенсивность то создадим то в принципе у нас ничего не поменяется потому что у нас в сцене грубо говоря и так есть уже ну под капотом условно говоря есть уже какой-то светильник называется он ambient ну потому что мы видим цвет да у нас не чернота там нас видим цветом видим у нас какие-то плоскости вот у нас по умолчанию есть если взять сцену то создается ambient light как раз но мы можем конечно поменять его там скажем изменить яркость его то есть точнее не его а уже созданного созданного цвета поменять цветом тем самым вы красить то есть ambient light это свет который позволяет нам менять освещенность как грубо говоря глобальную или еще это вот ambient light еще называется как свет который эмулирует такое вот окружение то есть округу в целом как свет окружения либо как же он в 3d пакетах еще называется так что если для аналогии в общем пусть это будет пусть это будет так в общем суть такая что он выкрашивает нам всю всю сцену то есть если опять же или освещает затеняют всю сцену красный цвет целиком то есть это не какой-то конкретный там какой-то конкретный случай где у нас там высветляется только части допустим угла его там он не отбрасывать тени у него меньше все параметров то есть принципе это такой параметр который можно такой средине который можно все затенить его и можно использовать скажем на каких-то случаях когда нам нужно поднять общую освещенность сцены ну примеру есть у нас добавлен один источник света у нас освещена какая-то часть его все остальное в тени и мы можем добавить какой-то оттенок там допустим темноватый какой-нибудь и рыжий чтобы поднять общую глобальную освещенность вот ну в общем это нужно потому что у нас нет у нас нет таких сцен когда сейчас я пока отключу мы его включим тот момент когда нам понадобится чтобы я более наглядно показал потому что у нас мире нет таких цен когда у нас стопроцентная темнота и вот нам ambient light позволяет как раз этого добиться чтобы поднять как-то освещенность хорошо давайте еще один посмотрим тип источника света ipad point light он чуть сложнее он использую он как выглядит по сути как ламп лампочка но их в принципе он очень похож на эмуляцию реального реальной лампочки то есть у него есть определенный свет определенные скажем параметры интенсивности спад ну это мы сейчас посмотрим наглядно все и есть какой-то радиус радиус это значит что этот радиус относительно которого этот эта лампочка будет воздействовать и он опять же он может отбрасывать тени ну давайте попробуем создать его чтобы наглядно посмотреть вот у нас появилась в цене треугольники кстати нам говорят где у нас окно выбрано вот и соответственно моего часа влево или между двумя даже поставлю так вот у нас он используется как обычная лампочка то есть у нее нету какого-то направленного светильника источника света у него у него рассеянный такой свет мягкий и принципе он ну видно что закрывает нам и обе стороны и и обе карточки нас он не подсвеченный пол даже вот для чего нам имбирать уже вот как раз чтобы поднять вот эту сильную черноту убрать эту сильную черноту так как в реальном мире у нас такой ну и довольно редко мы можем встретить такое стопроцентную стопроцентную темную темную сцена поэтому можно там скажем со значением 5 дать какую-то подсветку ambient light там то есть и мы имбирь файду как раз он позволяет нам добиться такого оттенка может даже синий типа на подночь там ночью обычно синего от этим вот поднять общую освещенность сцены начну сделать копанов вот и вот для этого нам в принципе пригоден этот мгн поэт но давайте вернемся к нашему point light точечному посмотрим другие его свойства интенсивность но с этим понятно follow это как раз это тот тип спада который используется на данном источке света потому что у нее затухание в определенном месте вот здесь и надо у нас идет затухание дальше уже там темнота и у нее два типа затухания либо вообще его не будет то есть у нас будет освещено все соответственно сглаженный тип затухания и inverse square inverse square это по такому воображаемому визуальному кубу в относительно которому спадает ну идет спадание и у него тут есть только параметра радиус то есть как бы не особо там какие-то у него свойства есть но иногда этому бывает удобно ну давайте останемся на смуз потому что он более как то логичный радиус соответственно позволяет задавать радиус этого спада и full distance этот примерно то же самое единственное чуть-чуть меняется расстояние этого спада вот ну то есть но они в принципе совместно работают поэтому тут визуально это можно можно посмотреть все довольно логично и есть еще параметр cast shadow давайте его нажмем у нас ничего не поменяется но у нас этот источник будет отбрасывать тени опять же чтобы у нас объекты отбрасывали тени нужно свойства материала это указать но пока что мы не будем указывать это потому что ну мы чуть позднее по материалам пройдемся до следующем следующем части вот поэтому у нас объекта отбрасывает объект светильник отбрасывать тени и у нас есть у него соответственно параметры на тени мы их тоже чуть позднее посмотрим вот и еще у нас остались два это спотлайн в принципе мне он нравится ну такой довольно сложный как бы много у него всяких свойств да вот еще с привязкой на на цент обновил этим светильником вот он слева видно как он отрабатывает и опять же у нас тут есть как при двойном нажатии да то есть также и здесь есть в опциях где все параметры которые дублируются из из нашего папа то есть что это значит это fallout distance точно точно такой же то есть сейчас посмотрим то есть fall distance относительно это расстояние спада то есть чем она больше соответственно тем у нас больше расстояние будет на которые присадить спад и ну и соответственно меньше да общая насыщенность это создаешь еще один источник света называется ambient light light ambient light и в нем уже настраиваю вот он у меня есть сверху снизу вот он у меня есть который до без него видно что это просто темный цвет вот я его включаю выключаем в общем не просто создался чуть-чуть чтобы у нас чуть-чуть осветлить сцену общую какую-то насыщенность убрать общую темноту убрать и сделать это хорошо так дальше con angle ну это тоже понятно все принципе это угол относительно которого у нас будет распространяться источник света но это более узкие тогда более это это более какая-то точечная освещенность и соответственно более широкий это более широкая освещенность больше захват вот то есть принципе тут все логично сглаживание этого угла это это по сути его границе то есть чем больше больше сглаживание тем более больше размытия этих границ и тем соответственно более мягкие у нас появляются точки и опять же могу могу захватить этот этот край до его никто и точку точку освещен освещение его и двигать соответственно освещать какую-то часть по плану планара этого но опять же это все можно анимировать эти все ключи как вы понимаете можно ставить на все есть параметры то есть это все ну как бы они анимировано shadow darkness diffusion это мы разберем позднее в материалах фаллов все то же самое как и так куда он съехал фаллов все точно так же как и в обычном point light то есть как бы inverse squared или smooth или вообще без без всякого спада у нас он светит глобально во всю сцену ведь не имея никаких затуханий вот принципе с этим всем то есть как бы с источником света по параметрам тут особо нечего сказать как бы они все довольно логичные и последний это параллель это это аналог свету она реального света солнечного света который допустим через окно окон светит ну я не очень люблю вам поэтому как бы не не часто использую но суть его такая что он он без он работает как конус только давайте добавим только не имеет но он не имеет никакого на проекцию не имеет никакого скажем какого не имеет точечного освещения направленного ну то есть он светит как глобальный сточок света если посмотреть там вот такие как бы иконочка таких лучей как у солнце то есть это как например солнечный свет через окно проходит вот ой вот его в этом случае довольно удобно использовать то есть он не имеет они он как бы тоже направленный но не имеет вот этого конуса который имеет spot light поэтому ну а суть его по сути она по сути такая же самая аналогична вот то есть есть спад ну например если мы вообще берем спад то это будет более логично как он освещает то есть видно если без спада то у нас он освещает все практически то есть как и сложить источник света вот солнечный источник света то у нас он освещает все и опять же я вот смещу допустим вниз то будет видно под каким-то остальным углом углом как он работает сейчас даже вот так сделаю попробую вот то есть видно что у нас освещен освещенно под острым углом у пина сева острый угол у нас освещен пол но практически не видно в затенении находятся наши карточки в общем с этим ну такой довольно специфичный но использовать какие-то случаи я думаю можно найти вот и так что что касается источников света это все это все типы которые есть в нем они довольно простые думаю что там прям особо особо какие-то проблем с ними должен быть хорошо свойства материал я пока можно открыть 44 ну в принципе я думаю что этого не надо делать лучше вот останемся в этой сцене по крайней мере если у вас точно так же то у вас будет источник света и две карточки то есть потому что в принципе у нас уже point light создан у нас есть отбрасывание теней осталось только сделать свойства этим карточкам чтобы они отбрасывали тени и соответственно посмотреть еще какие-то их не свойства или или сейчас секундочку или давайте уже откроем там по моему просто у меня было да там наверно просто друг другого типа давайте откроем все же 44 это пока не надо сохраняется дадим там источник света так 44 там я просто подготовил специально да я там подготовил сцену специально под это чтобы посмотреть именно свойства это витраж ну я просто нагуглил там несколько витражей да давайте садим layer new light point light cast shadow файлов ну файлов можно принципе смуз добавить спад можно добавить затухание вот и в принципе и дали даже сейчас я подумаю ну давайте она давайте на ранее не точечный добавим а добавить добавим spot light направленный источник света и будет он направлен на карточки вот есть так давайте сделаем двойной вид тут я поставлю слева а ой и не там слева постав тут у нас будет тюками даже классно пока камеры нету пока будет кастами и здесь у нас соответственно слева давайте поставим чтобы я понимал куда нам сдвигать этот светильник так вот у нас есть светильник и мы его сдвинем левее чуть-чуть сверху его поставим и направим на карточки так а у нас он а у нас с другой стороны ну ладно не проблема давайте его передвинем на ту сторону и повернем повернуть можно просто по ориентации изменить так 180 по так так есть там вроде вот теперь он направленный можно чуть-чуть его дальше и конус наклонить немного вниз ну вот вот так есть я так же мы сейчас работаем там в стандартном рендере это называется классик 3d так у нас ничего не видно почему ничего видно все тут моим давать интенсивность изменим и мы все равно ничего не видим а плоскость у нас есть так хорошо смотрим что здесь у нас ну материал общем так все тут нормально но мы ничего не видим всем беру фалом хорошо в общем это видимо из-за пола надо просто его настроить этот спад чтобы у нас он был с полу дистанской более большим вот и радиусом соответственно побольше потому что видимо это у нас довольно большая сцена ну или давайте ладно чтобы не крутим не просто все притормаживает чтобы не крутить а пока его просто отключу но оставим параметр кассе да потому что нам нам вам понадобится вот и можно сделать камеру в принципе кастом view подходит вы можете сделать я наверно не буду научим суть такая что у камера там просто более визуально нагляднее будет можно также повернуть но если как бы кому удобнее кого осталось камера то можно и у кого она есть то можно и оставить в общем пока что добавил светильник то есть который по сути светит через эти все объекты и первое что хочется сказать о тенях то есть там их не рассматривали потому что мы не заходили еще материал options в общем у каждого объекта есть еще помимо точнее при добавлении 3d при конвертации в 3d объект у нас создается такой параметр и добавление света создается такой параметр материал options что он позволяет он нам позволяет задавать те параметры объекта которые мы хотим то есть что это значит это значит что мы можем добавить объекту тень потому что по умолчанию у нас она выключена да вот мы по сути можем добавить и нему и другие параметры давайте пока стене остановимся потому что материал материалов мы только можем включить или выключить отбрасывание тени на объекте а саму тип тени задает у нас светильник то есть это два параметра это shadow darkness который которая собственно дает более темную тень ну или соответственно более светлую ну пусть будет пока 100 ну вот сейчас он пересчитает кстати все 3d но довольно довольно долго работает поэтому если у вас компьютер не очень быстро отрабатывает у вас видимо тоже будет такие прорисования как у меня шедево дефьюжен это значит что тень будет либо более мягко либо более жестко это и данном случае ну можно наверно более мягко сделать вот сейчас буквально секунду он меня перерендерит ну допустим если в ноль это будет очень резкая тень то есть практически никакой не будет диффузии на окончании ну на его на его краях то есть это тень обычно при жестком свете при довольно близко расположенному светильнику и как правило так как солнечном муляции солнечного света у нас более мягкий свет будет более приближенный поэтому мы сделаем большую диффузию да смотри когда ты создаешь источник света у тебя там по умолчанию стоит файл просто ставишь его в нон ну его можешь настроить но я сейчас не тратить на это время я поставил нам это это значит что нет спада у этого затухания этого светильника и он тебя будет светить вот прямо на все объекты так что два раза кликаешь и ставишь в спаде 0 хорошо может тенями ладно пока пусть и не будут такого плана то есть у нас на объекте есть диффуз диффузия это значит ну эмуляция как в 3d пакетах это какой-то более это по сути грубо говоря наш мать машина наша текстура объекта видно что она становится более подсвечена спекулар это это все блики которые нас сбрасывают наш источник света не не знаю будет на этом конкретном случае видно их или нет но видно что вот там какие-то блики они у нас чуть-чуть поднялись шайность это по сути тот же самый параметр по сути относящийся к спекулара только более более с сиянием таким более синий сиянием добавляется довольно редкие metal это по моему это параметр по который довольно хорошо заметно не но не в этом виде то есть это либо более металлический объект становится либо менее металлический ну я его не использую хорошо интересный параметр это light трансмиссион который как раз вот нам позволяет сделать про протекание нашего пропускания нашего света через объект и вот не я не зря взял эти интересные фактуры чтобы посмотреть как у нас проходит наш свет через объект эмулируя наш наша партик пропускания через грубо говоря через стекло вот витражное стекло примеру если я сейчас попробую поднять этот света чтобы сделать более интересно более наглядно это протекание так и повернул немного вниз таким образом вот так я понимаю что там не получается что-то да тень чтобы отбрасывал источник света на нем надо включить к сша этого называется вот включаешь сначала на источнике света к сша до потом на объекте на всех объектах по умолчанию выключено отбрасывание тени то есть это что значит это тебе надо перейти дополнительную опцию которая появилась она называется материал общем здесь есть cast shadow ее надо включить потому что если она не будет включена объект не будет отбрасывать сейчас вот так она то объект не будет отбрасывать тени то же самое вот есть у нас давайте покрутим я думаю так интересно довольно посмотреть как это все работает вот крутяк прям не верится что это after effects может делать в общем да прям не верится что это автор эффект сможет сейчас я чуть-чуть его ниже утоплю чтобы он чтобы не было этого зазора он так очень вот ну и можно попробовать на этом включить отбрасывание теней и соответственно light transmission cast shadow у нас он тоже будет отбрасывать тень и light transmission увеличим на максимум и в теории у нас он тоже должен пропускать свет мой вообще классно вот в общем это все что касается я я думаю что больше на нас сегодня не успеваем уже то есть чуть-чуть по камерам не не дошли и по ну там немного осталось в принципе большую часть мы конечно сегодня все не освоили в общем что касается материалов это это в основном accept light ну то есть это принимать свет не принимать свет то есть он может может не принимать свет да то есть сейчас я выключу вот то есть он может просто черным пятном становится оставаться либо наоборот не быть освещенным вот то есть это один из параметров которые принципе я использовал иногда то есть при этом он отбрасывает тени все нормально но не не принимает то есть принимая даже другие тени но но он не принимает освещенность то есть accept lines и accept shadow это тоже при либо можно чтобы он получал тени от других объектов а вот видно да либо можно сделать давайте включим чтобы он вот внизу видно что он получает тени от другого объекта ли можно опять же выключить чтобы он не получал каждого это сам объект отбрасывал тени как мы поняли и light transition это лай это параметр light transition но тебе надо его задать задаешь параметр light transition соответственно сейчас секундочку вернусь на него вот у меня light transition здесь 89 но ты можешь другой там вот и 5 поэтому тебе надо изменить и сделать ему еще кассета потому что если у тебя нету кассета вон не будет отбрасывать тени соответственно этот эффект можно получить ну хотя при стал он должен работать ну меня допустим ну допустим если 100 поставил мне максимально видно у витража это отбрасывание тени с посмотрим а я насколько понял да я и я и так понял что у тебя здесь стоит или нет сейчас секундочку выключен да он тебя поставь после там на русском ну в общем тут есть указ shadow есть несколько опций есть он ли у тебя он выключен вообще те нужно здесь сделать включить то есть не только чтобы он либо потому что он не дает одну тень а нужно чтобы у тебя был включен у тебя по-моему выключена отбрасывание тени есть еще один параметр геометри мы его разберем следующий раз ну давайте даже чтобы уже еще последние две минуты сделать эту сцену там более красиво последний момент ну хорошо потом потом разберем давай уже доделаем с этим последний момент у тех кого получилось это изменим тип рендера на raytrace 3d тут еще и cinema 3d ну в общем изменим на raytrace и у нас у меня памяти не хватает печаль ладно в общем у вас и у вас должно поменяться поменялся рендер и при этом я за трансляции здесь кучу всего открытого у меня видимо ну не хватает памяти но у вас в принципе должно должно отработать это все то есть сцена ничего не поменяется и при выделенном планаре у вас сейчас попробую хотя бы вслепую вам показать при выделенном планаре у вас появятся еще еще дополнительные свойства и это свойство рефрекшен интенсити вы можете задать тем самым у вас еще и появится отражение на то есть это все не там немного задал нужно задать на плоскости на на солиде на вашем ну попробуйте сделать буквально три минутки я сейчас все вместе а уже заканчиваю буквально ну у тебя получается что-то нет у меня даже не открыли свои у меня даже другая а что у меня типа они поддерживают твою версию ну наверное да у меня открыла вот у меня у меня у меня у меня у меня у меня Продолжение следует... 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 Продолжение следует...